Мы продолжаем учиться. Это правда то, что люди говорят... Ага, вот он, смотрите, сейчас спрашивается. Один человек просит Бога, чтобы Бог ему дал богатство, чтобы он потом бедным людям помогал. Я, говорит, буду помогать тем, кто Туру изучает. Я могу так молиться Богу, чтобы мне Бог дал миллионы и миллиарды или нет? Нет. Во-первых, я вам должен сказать, что много людей, у них есть наполеонские мечты. Сколько я таких людей знаю? А они говорят, я худохат буду богатым, я всем буду помогать. И эти некоторые люди, которые так сказали, они стали богатыми, ни копейка никому ничего не помогает. Это все ложные слова. Много людей говорят, я худохат буду богатым, я всем буду помогать. Боба Никем, он боится доллары вычет. Если он доллар вычет, уже у него не миллион долларов, а сколько там? 999, 999. Много людей, они говорят, Это все шекер вахазав. Потому что ты, пока не имеешь сатана, каждый человек, у него есть свой сатан. Есть сатан жадности, есть сатан богатства, есть сатан красоты. У всех есть свой какой-то сатан. Человек должен знать, что он может головой об стенку биться, и он никогда богатым не будет. Есть люди, которым не суждено быть богатыми. Ничего им не поможет. Просто он сам себя обманывает, как один человек, который я знаю, очень хороший человек, который покупает лотерейный билет. Он покупает на 5 долларов, на 10 долларов, и он ставит под подушку. Он говорит, я худохат буду богатым. Он идет спать, но он просыпается, проверяет, и что, выиграл или нет. И это уже продолжается много лет. Но зато, Монору Вен говорит, под подушкой не ложит. А куда надо поставить? Куда надо поставить? Он отдельно мне скажет секрет. Но зато этот человек говорит, знаешь что, худохат я выиграю. Он сам себя что делает? Успокаивает. А нахнуканин, выборит он. Выборит, выборит. Это вы его заказали, 30 штук? Это вы заказали? Окей, мы идем дальше. Значит, есть такие люди, которые никогда богатыми не будут. Что бы они ни делали? Почему? Потому что Бог говорит, в прошлой жизни ты был миллиардер, ты никому ни копейки не давал. Я говорю тебе или должен там наказать, или ты заново родишься, и ты будешь бедным. Ты будешь все пытаться делать. Ты никогда богатым не будешь. Это будет твое наказание. А он об этом знает или нет? Он об этом не знает. Потому что это наказание, что он будет бедным за то, что ты в прошлой жизни был миллионер, никому не помогал, своему брату доллар ты не дал, никому ты цедоко не давал. А если ты давал, нечаянно это для показухи. Бог говорит, ты когда заново родишься, ты никогда богатым не будешь. Ты будешь сам себя обманывать, что ты вот худохат разбогатеешь, но это ничего не даст. Поэтому вы должны знать, что человек, он должен сказать, Бог, я тебя миллионы и миллиарды не прошу. Может быть деньги для меня, это будет плохо. Есть люди, которые разбогатели, и они из-за этого жену потеряли, детей потеряли. Деньги это не для всех хорошо. Есть люди, которые им нельзя иметь деньги. Конечно, все хотят быть богатыми, все хотят быть сильными, все хотят иметь большой дом, иметь машины дорогие, красивую жену, послушных детей. Это все хотят. У некоторых это получается, а у некоторых это не получается. Надо стараться, да, но мы должны знать, что это все в руках Бога. Мы должны сказать, ты должен свои желания иногда аннулировать и сказать, Бог, я не знаю, что ты хочешь. Ребенок хочет конфеты. Мы ему даем конфеты. Это хорошо или плохо? Он говорит, я хочу конфет. Ты меня извини, сколько ты можешь иметь конфет? Для тебя это плохо, у тебя все зубы уже червячие. Или, например, человек, он уже 500 паундов, он хочет кушать еще много-много бисквитов. А есть девочка, которая анорексик, она ходячие кости. Они оба просят кейк. Этот, который анорексик, она хочет кейк кушать, и этот 500 паундов тоже просит кейк. Кому мы должны дать? Анорексик – это человек, который скелет ходячий. Она худая, смотрит в зеркало, думает, что она 500 паундов. Она внушает, что она полтолстая, но она худая. Если оба просят жирные вещи кушать, кому вы дадите? Почему никому? Анорексик должен кушать, он должен, наоборот, поправиться. Он должен быстро, много вещей, постепенно, постепенно калории набирать. А этот 500 паундов ему нельзя, потому что он умрет от этого. Поэтому, когда мы у Бога что-то просим, Бог некоторым дает, Бог некоторым не дает. Вы скажете, а почему тот человек шабот не держит, у него бахазур, мерседес, S600, пожалуйста, хоноек, кематбо, пожалуйста, все есть у него? Потому что он сам не знает об этом. Что Бог ему ганеден в этом мире дает, чтобы его уничтожить с того света. И он об этом не знает об этом. Это написано в Сефар Туро, глава Ваид Ханан в конце. И Бог платит своим врагам. У Бога есть враги, вы представляете? Бог говорит, у меня есть враги. Кто это? Евреи. Бог говорит, он мой враг. Как? Почему этот человек твой враг? Потому что Бог говорит, он мой тор, он не исполняет. Он думает, что он исполняет. Шабот нарушает, жена микву не ходит, жена голову не покрывает, дети учатся в паблик-скул. Бог говорит, я этим людям даю ганеден в этом мире. Там ни копейки он не получит. И будет только наказан. Потому что этот человек, у него 2-3 митвы есть. Он все на обрезание сделал, сделал. Он однажды нечаянно твилин завязал, завязал. Бог говорит, я ему должен, я ему должен в этом мире награду дать, чтобы тайма его видеть не видел. И много людей они в этой категории об этом не знают. Они думают, я ганеден попаду, я хороший человек. Они сами себя обманывают. Поэтому, когда вы видите, что этот человек Тору не соблюдает, и у него все идет как по маслу. Я вам рассказывал, что один человек сделал преступление, и царь его поймал. Говорит, за то, что ты сделал это преступление, я тебе даю смертную казнь. Твоя смертная казнь будет в том, что ты умрешь с голоду. Я поставлю такой стеклянный, такую будку на площади города, ты там будешь сидеть без обеда, пока не умрешь. Какое твое последнее желание? Он говорит, мое последнее желание, я хочу, чтобы мне принесли большой лангери Ошпалал, большой стакан Кока-Колы, я хочу перед смертью тщательно накушаться и напиться. Все? Согласен? Ему дают Ошпалал, он все поел, попил как надо. Через три дня он уже умирает с голоду, четыре дня умирает с голоду. И он так сильно проголодался, что он что сделал? Не дай Бог. Укусил свою руку, чтобы не умереть с голоду. А люди проходят, вот он кушает. Они не знают, наверное, что он сам себя кушает. Когда мы видим, что грешнику все идет в этом мире как по маслу, может быть, люди не знают, что он сам свой ганедон в этом мире кушает. Конечно, это неприятно слышать людям, потому что истина, это очень и очень больно слышать. И человек должен задуматься, а может быть, я один из них. А может быть, на самом деле я не исполняю, что Бог хочет. Морав Работай, здесь написано, что он должен сказать, Бог, если мне надо иметь деньги много, чтобы я мог тебе служить, дай мне много денег. Есть люди, которые много денег разбогатели, и они уже к комиссу забыли адрес. У них появилась гордыня уже, он с братом не разговаривает. Он уже с одноклассниками не здоровается. Он уже на учителей не смотрит. Это деньги, наоборот, что сделали его? Наоборот, его от Бога отдалили. Тогда зачем тебе деньги? Ты должен просить Бог, дай мне, чтобы мне хватало на мои билы, и чтобы я немножко имел запас. А то, что он хочет миллионы и миллиарды, каждый человек это хочет. Но Бог говорит, я не могу сделать так, что все были богачи, а то кто будет тебе утром в пять часов молоко проносить? Фернандо Беномиго, он уже миллионер встал, он говорит, алло, что я буду тебе пять часов вставать? Ты давай вставай. Я тоже миллионер, я буду вставать, что ли? Все миллионеры стали. Никто не хочет полы подметать. Конечно, все мы хотим быть миллионерами, почему я должен полы подметать. Гильгуль? Бог всем Гильгуль не дает. Не думайте, что это игрушки здесь. И много умерших просят, чтобы Бог их на этот свет заново не возвращал. Потому что вы хотите вернуться и исправить пятьдесят грехов, а много людей, которые заново возвращаются с того света, они не только свои грехи не исправляют, они еще с собой миллиарды грехов забирают на тот свет. И много людей на этой категории. Они не только свои ошибки не исправляют, они еще с собой кучу грехов берут. Вот посмотрите на нерелигиозных людей, например. Многие из них. Аризаль говорит, что сегодня все мы уже были здесь. Аризаль считает, который жил четыреста пятьдесят лет назад, Аризаль, что уже новые души не существуют. Мы все остались на второй год. Кто на десятый год, кто на пятнадцатый год. Есть спор, больше, чем три раза может вернуться или нет. Женщина может вернуться заново или нет. Есть разные мнения. Поэтому то, что вы говорите, человек должен гильгуль прийти, много людей гильгуль не придут. Есть много-много вопросов насчет этого. Поэтому здесь написано, ты должен убрать эти все мысли, что если ты будешь богачом, ты будешь всем помогать деньгами, это наоборот тебя от Бога отдаляет. Это все обман. Есть люди, которых уже у них написано, что они никогда богатыми не будут. Не получится у них. Бог говорит, я не дам тебе богатства. Тебе, во-первых, нельзя иметь богатства. Во-вторых, может быть, ты тот миллионер, который прошлой жизни ни копейки никому не давал. И ты сам сказал Богу, я согласен, меня в гейном не заносить и сделать меня бедняком на 70 лет. А сейчас ты обратно будешь богатым. Бог говорит, ты свое наказание не получил. Гмара говорит нам, что иногда человек может газира убрать. Я не хочу никого пугать, я вам в прошлый раз говорил, что есть также парни, которые не могут жениться. Девушки не могут выйти замуж. Почему? А, потому что они не ищут как надо. Б, потому что они очень много выбирают. Они имеют наполеонские мечты. Она хочет, чтобы он был лойером, чтобы он был доктором, чтобы он был миллионером, чтобы он таким был, таким был. Когда человек слишком много выбирает, говорит раб Моше Файнштейн, человек может свою невесту, которую суждено быть его женой, потерять. когда мы рождаемся, Бог пишет, Иосиф женится на Цепоре, Рубен женится на Мирьям. Бог пишет, но из-за того, что она много выбирает, или он очень много выбирает, он говорит на эту девушку, которая должна быть его женой, что он говорит? и потом он никогда не может жениться. Или он женится на той, которая не должна была быть его женой, и начинаются скандалы. А есть такие мужья, это нельзя говорить публично, но я скажу все равно. Представьте, что мужчина свою жену избивал, он развелся с ней в конце, потом он женился на другой, он ее тоже мучил, потом он женился на третий, он ее тоже мучил, шесть раз, пять раз он женился, и он умер, все, приходит на тот свет, он говорит, слушай, я тебе дал шесть раз, что ты был женатым, всех своих жен ты мучил, избивал, и каждая думала, ахай, я буду хорошая, он меня не будет избивать, и все-таки ты всех мучил, я должен тебя наказать, или я должен тебе на том свете руку отрубить, восстановить, отрубить, восстановить, 50 лет подряд, или я тебя должен спустить на тот свет, ты будешь искать жену, и никогда не поженишься, ты будешь красивым, ты будешь богатым, ты будешь хорошо говорить, все у тебя будет, ты будешь красавец номер один, но ты не сможешь никогда жениться, это будет твое наказание за то, что ты жену не ценил, а он об этом сам знает или нет, он не знает об этом, он ищет, ищет, не может найти, а что надо делать совершить самоубийство, гамара говорит, масехет шаббат, что если человек громко говорит, даже если Бог написал печать, что он будет несчастным, вот этот гзар, вот этот печат он может что сделать? Аннулировать. За то, что ты говоришь как надо, Бог может эту печат аннулировать. Когда человек говорит, сколько людей говорит, не понимают, что они говорят? он умеет поливается да будет так, да будет его имя благословенно, большое имя, на веки веков оно будет благословенным. Агмара говорит, если человек пошел на свадьбу, и молодые парни говорят, что будет после свадьбы с этими молодоженами, они обсуждают то, что не надо думать и обсуждать. Гамара говорит, за то, что вы рассуждаете между собой, вы будете несчастными людьми. Бог не любит, когда люди говорят про эти вещи, и матерятся, и говорят плохие вещи. Поэтому я заканчиваю мои речи. Этот человек говорит, я прошу Бога, чтобы Бог мне дал богатство, чтобы я мог богачам помогать, это людям помогать. А, это обман, потому что много людей стали богатыми, они копейки не дают. Б, ты думаешь, что ты будешь помогать, у тебя еще нету этого сатана от богатства. Когда человек приобретает большие деньги, у него появляется новый сатан. Почему я ему должен помогать? Я лучше своему брату уже у него появляются мысли. И ты должен знать, что может быть Бог не хочет, чтобы ты был богатым, а может быть ты один из этих людей, которому нельзя быть богатым, и Бог тебе поклялся, что он тебе не даст богатство, потому что ты в прошлой жизни был богачом, ты сам сказал, Бог меня не заноси в ад, не наказывай, сделай, чтобы я родился заново, чтобы я не был богачом. На этом я заканчиваю мои речи, всем вам спасибо за внимание.